Приветствую вас, и на самом деле невезение как таковое само по себе очень часто мистифицируется. То есть вот, говорит человек, меня не везёт, значит, что-то происходит не так, вот, что-то происходит неверное, да, это связано с тем, что результат деятельности человека, вот, результат деятельности человека, его поведение, отделяется, отделяется от того, что делает сам, сам, ну, человек, вот. Понимаете, такая история. И, по сути, по сути, здесь есть уход от ответственности. То есть, короче, человек как бы говорит, что вот есть я, да, есть то, что я делаю, ну, то есть я так или иначе совершаю, а есть ещё, значит, результаты. И вот результаты, да, они абсолютно никак не зависит от того, что я делаю. Ну, вы же, наверное, сами понимаете прекрасно, понимаете, что это не так, да, что совершенно ошибочно думать, что наши действия не влияют на результат. Поэтому, если вам не везёт, значит, что-то вы делаете не так и нужно анализировать поведение. Как правило, с таким понятием, как невезение, да, работает когнитивная психология. Ну, когнитивная терапия, то есть поставка целей, выработка средств на достижение цели, вот, условий, требований и так далее. Ну, но зачастую очень важным является то, как, то, как конкретно человек себя, допустим, преподносит. То есть вот у вас есть цель какая-то, вы пытаетесь этой цели, ну, например, достичь, грубо говоря. Вот. Важно понять, как именно вы это делаете. То есть важно понять, что вы делаете для достижения цели, вот, как вы себя ведёте, значит, ну, когда добиваетесь своей цели, то есть пытаетесь её достичь. Ну, вот. И, соответственно, как вы воспринимаете, скажем так, поражение, ну, то есть неудачу. То есть вы воспринимаете неудачу как что, как что-то негативное или как что-то, что, например, мотивирует вас, ну, грубо говоря, двигаться дальше, допустим, куда-то. Вот. И так далее. То есть здесь вот очень важны эти моменты понять. Короче говоря, короче говоря, человек говорит о неведении в том случае, когда его действия оторваны от его цели. Вот. То есть они не связаны таким единым, единым нитью, вот, единой нитью ответственности. Можно даже так сказать. То есть единой нити какой-то вот ответственности нет. И поэтому человек считает, что ему не везёт. То есть я верю в то, что есть у вас, например, искреннее непонимание от того, почему не получается то, что вы хотите. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, что-то есть нужно просто это выявить. Вот. Нужно просто это выявить. То есть нужен анализ. Вот. Соответственно, если ваш вопрос не является просто вопросом, да, то обращайтесь к любому из специалистов. Будем разбираться, смотреть. А значит то, на что вам сейчас нужно обратить внимание. Так? Какие цели вы себе ставите? То есть, ну вот, на основании чего вы сделали вывод, что вам не везёт. Дальше. Как эмоционально окрашены все цели, которые вы ставите себе? Именно эмоционально. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, как конкретно вы для себя эмоционально определяете те цели, которые вы себе ставите. Сколько они для вас важны? Вот. Убедитесь в том, что ваши желания, которые вот, ну, есть по целям, соответствуют только цели. Тут нет каких-то примесей. Например, если вы работаете, допустим, и хотите, ну, например, ну, например, допустим, быть успешным сотрудником, скажем так, то убедитесь, что за подобным решением мне стоит желание в том числе и самоутвердиться. В том числе и самоутвердиться за счёт этого. То есть, что-то доказать кому-то, кому-то что-то доказать. Да, вот очень важно, чтобы вы не пытались кому-то что-то доказать, а через, допустим, свою деятельность, трудовую, рабочую. Потому что это ничего хорошего вам не даст. Вот. Ну и примерно так. Вот дальше уже можно будет, в принципе, посмотреть, анализировать. Вот. И так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне ссылочку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.